С вами они и мы. Здравствуйте. Страх, как психологическое оружие женщины. Тема нашего разговора сегодня. Кто вам это написал? Мужики. Почему мы их боимся? Вот о чем разговор. Тема на самом деле страшная. Мы не просто вас боимся, мы в ужасе от вас. Это и есть тема. Любой мужчина не просто опасается женщины, он бежит от нее, пока есть ноги. У любого мужчины стремление от женщины, а не к ней. Попробуйте опровергнуть. Нормально у нас так сейчас всегда, девочки. А у нас так всегда время. Понимаете, сейчас отлип натосвальт. Мы-то тут вообще пришли, дели нам уже... Если от женщин, то, простите, как... Куда бежали? Причем, самое интересное, тоже лукавит. Бежать от женщины куда? К другой женщине? И всю жизнь вот так и стареетно. Я же говорю. Молчать? Пусть фантазирует. Молчать. Вот скажите, вот лично вы, что во мне боитесь? Вот почему вы, возможно, вы меня боитесь, как вы сказали. Так вот, что вы боитесь во мне? Лично в вас? Ну-ка, 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 ответь. Правильно, правильно. Слова надо отвечать. Лично в вас я боюсь, что мы повздорим, и вы дадите мне пи***ть. И что я там дам? Мне хочется знать, что он от меня хочет. Если он хочет, что там пи***, что я там должна дать? Он боится, что если вы ему... Повздорим? Да, что если вы будете спорить, повздорите, вы ему бежите, и он улетит далеко вот туда, за наших женщин. Да, и мы будем его отдирать. То есть вы стойте по внешности? Нет. Вот интересно, а почему вы сегодня не пригласили мастера спорта по боксу? Послушайте, послушайте, мы с вами не первый день знакомы. Правда? Я этого не знала. А я вот это возьму. А еще пяльцам. Слушайте, еще чуть-чуть. Я пошла. Еще чуть-чуть, и я дам вам головой в челюсть, потому что ничем другим... Понимаете, он меня не боится. Нет, нет, и мы тогда уже сравняем отношения, конечно. Мне в челюсть? Показать как? Нет, что сейчас нет. Что-нибудь, дайте. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Выходите. Да не надо этим крутить. Точно? Да брось это все. Это я вас боюсь. Нет, я делаю вид, что обнимаюсь. В это время раз, и въехал сюда. Так тему надо поменять. А хотел-то поцеловать. Так ведь тему тогда поменять надо. Нет, тема простая. Какими вы, чем вы нежнее, тем мы страшнее. Ну то есть, тем мы больше вас боимся. Мы нежнее, тем мы не страшнее. Мы нежнее, тем мы не страшнее. Конечно. И вот в своей жизни я не ударила ни одного мужчину. Давай сейчас найдем кого-нибудь и просто вот... Кто виноват? В чем? Вы мне еще не ударили челюсть. Подождите. Кто виноват перед своей бабой? Скажите. Вот сейчас можно искупиться просто. А, нет, я отказываюсь. Все, нет, нет, иди сюда, иди сюда. Вот сейчас можно пройти индульгенцию. Кто виноват? Не надо говорить с кем и когда. Просто вот... Было, все. Не буду, нет. Нет. Я не применяю силовых методов. Я бью морально. Вот. А морально это страшнее, чем физически раздалось из того лагеря. Вот знаете, я боюсь, когда вот моя половинка вот обидится на меня. Это же страшно. Она сейчас... Вот знаете, вот... Страх потерять женщину? Нет, страшно. Знаете, вот она обиделась. Страшно все, что связано. И думаешь, что сделать, чтобы вот... Да, у нее настроение поднялось. Вот страшно. Вот начинаешь нервничать. Начинаешь вокруг нее прыгать. Знаете, смотрите, мы обнаружили страх обидеть. Правильно? Да. Страх обидеть любви. Да. Мы вас боимся, потому что не надо... Уберите стек. Почему? Ну, потому что. Тем более, что это верхняя часть удочки. Для меня это уже, знаете, что будет? Это я уже поймаю сейчас удочку и начну вас ловить на блесну. Какая рыбка. Или на мормышку. Какая рыбка. Ну, сейчас я... Так, вот есть мужчины, которые могут честно и конкретно сказать. Вот мне кажется, мужики, они просто простые люди, да? Что значит, мужики простые люди? Ну, они без всяких... Мужики простые люди. Про это речь. Заморочек. Вы физически сильнее, а нам надо выжить. Мы физически сильнее. Этим-то... Ну-ка, давай, иди сюда. Доглянусь вам. Пересядьте, пересядьте. Да что ж такое-то? Нет, вот сюда. Мы физически сильнее. Он же не покушается на меня. Иди сюда, родная моя, давай. Я просто выражаю свои чувства. Ты сказала, иди сюда. Давай, дадим. Вы беседуете, а мы пока тут поборемся. Давай, давай, давай. А мне куда добиться? Нет, кто... Ну, куда, куда. Понятно. Кто из нас этих... Ну, без мебель-то зачем ломать? Александр, мы... Не, не, вы занимаетесь своими делами, а мы будем бороться пока. Давайте. Раз, два, три, поехали. Наталья, поддайтесь. Наташ, давай, жми. Не поддавайся. Без понтов. Так я без понтов. Ну, давай, давай. Давайте его это самое. Нет, вы беседуете. Давайте так. В общем, он меня считает, что если я больше его по весу, то я сильнее, поверьте мне, даже самая сильная женщина слабее слабого мужчины физически. Поверьте мне, я уже проверяла. Я настолько слабый мужчина, что мне хочется по весу помериться. Давайте, давайте. Вот правильно сказал Вячеслав. Женщина хитрее, я все равно вам поддамся. Мне вас победить в удовольствие. Давайте, давайте. Давайте, раз, два, три, поехали. Ну, ну. Да, давайте. Ну, чисто женская черта. Мог от не сломайте. Нет, все, я проиграл. Вот специально. Есть у нас мужчины, которые боятся своих женщин. Прошу вас. Не подставили. Есть. Еголь, ты знаешь. Здравствуйте, меня зовут Антон. Я хореограф. Да вы что? По профессии, по своей. Почему она... Она балерина. Она балерина. Почему она страшна настолько, как я сейчас просто. Потому что она задает мне очень много вопросов по поводу своей зарплаты. То есть она работает в театре Станиславского, который получил грант. То есть зарплата у нее больше? То есть у нее зарплата выше. Сейчас мы будем убивать все. Ну, я работаю в театре КДС. Не Мироич и Данчин. Нет. Зарплата ниже. Это уже, между прочим, Кремль. Кремль, да. Не самый последний театр, я бы сказала. Да, не самый последний. Но зарплата у вас меньше, чем у супруги. Чего вы боитесь? Я боюсь того, что она меня постоянно за это пинает. Попрекает. 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 За что? За то, что я получаю меньше нее. Может быть, найти вторую работу? Не всегда реально найти, потому что с таким графиком работы, как у нас, у артистов балета... Слушайте, давайте без понтов. Вы ее любите? Я ее люблю. А она вас? И она меня любит. Надо грабить банк. Значит, что? Стоп, 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 стоп. Если вы знаете, что это взаимная любовь, зачем вам тема нашей сегодняшней передачи? За что вы ее боитесь? Я ее боюсь за то, что она меня постоянно... Бросит. Набит. Я боюсь ее потерять. Поголей. Ну, она сказала мне. А вот это... Да ладно, ребят. Другая разговор. Я боюсь. Перестаньте все эти... Это я понимаю. Стоп, 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 стоп. Представим. Она говорит... Вот дайте мне, да. Она говорит... О, все. До свидания. И? Что происходит? Вот она сказала. И? Как? До свидания. До свидания, значит, до свидания. Развернулся и пошел. И все. И что? Я не могу без тебя. Это мне нет с тобой. Страх. 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 Смотрите. Смотрите. При прочих условиях на телевизоре он мне это говорит, а ей не решается сказать. Скажите. Может быть, ей это сказать все-таки. Может быть, это сказать ей. Я не могу без тебя. Ну, где она? Нет, а что это изменит? Ну, скажет он ей. Я не могу без тебя. Она скажет, а я получаю больше, чем ты. И все начнется сначала. Мы хотя бы передачу сделаем. Ничего не изменит. Но передачу-то мы сделаем. Знаете, что может ее остановить? Он скажет, дорогая, я нашел миллион. Иди сюда. Опять? Иди сюда. Что ж такое-то? Пожалуйста, я тебя прошу. Ты же любимая моя. Иди сюда. Опять. Вот теперь обнимитесь. То есть я балерина, да? Нет, не просто. Нет, обнимитесь и скажи. Иначе, ну, понятно, все. Все сделаем. Ой, ой, ой. Я не могу без тебя. До свидания, до свидания. Мне Степан разница. Я тебя люблю, если бы ты знала как. А денег где? А денег нет. О, до свидания. Спасибо. Ну, что вы скажете, как психотерапевт, о мужских страхах? Какие самые распространенные мужские страхи сегодня? Отчего они истерят и говорят? Нет, только не дети, только не... Почему они боятся? Они боятся ответственности. Они боятся того, что не исполнят каких-то данных, обещаний, там, высказанных или нет, и возложенных на них обязанностей. Сейчас... Ребят, дело не в этом. Мы всегда боялись баб. Всегда. Мы писали про них пасквили, в том числе там, леди Макбет, к леди Макбет, Лиценского уезда. Мы опускали их, как только можно, поднимали их там. Ну, все, что написано про женщин, от Адама и Евы до Ромаева и Джульетты, написано... А Деземона вы за что убили? Написано мужчины, я же про это и говорю. Мы их боялись настолько, что мы их уничтожали всегда. Есть повод? Нет повода? Джульетта ли, Деземона ли. Одну задушить, другую отравить, лишь бы уничтожить. Почему? Почему мы так боимся? Потому что зависть один оказался, который способен был ее укротить. Вы не способны к деторождению, мы способны, вы завидуете, отсюда все проблемы. Вот мое наблюдение. Самые большие женоненавистники – это те, кто, как говорят, не пропустят все, что шевелится. Кажется, самый любвеобильный мужчина является при этом самым большим женоненавистником. Самые циничные мужчины – это те, кто готов похваляться своими победами. На чем основывается это все? На чем? Я абсолютно согласен. Я могу на отсутствие уважения. Вот женское начало сейчас очень обесценено. И вот доступность женщины, вот вы посмотрите, в животном мире, как самцы конкурируют за самку. Они дерутся. Самка при этом важно ходит и еще и выбирает и думает, кому, в общем-то, кого она выберет. На самом деле, самого лучшего, самого сильного. Сейчас женщина доступна после… Мы зачастую это видим и в кино. То, что она очень быстро достается мужчине – это и есть утрата уважения к женскому началу. И поэтому женщины, видя вот это, наращивают в себе мужскую силу, которая нам не нужна. И мы тут же проявим уважения к женскому началу. Начните! А почему вы вам не начнете? Подождите, секундочку. Александр, дорогой мой, вы понимаете, раньше это воспитывалось… Там мужское начало – начало наказания, а женское начало – начало поощрения. Совершенно верно. То есть женская сила совершенно в другом. За душой этой, как называется. Говорите, говорите. Женская сила совершенно в другом, она, к сожалению… Я зря их отделала. Что мне делать? Слушайте, вы не говорите, пока я покатываю, пока я покатываю, говорите. Продолжать так. Женская сила совершенно в другом. В женской слабости, в женском умении творить красоту, любовь, в накоплении этой любви. И сейчас мы видим, что эти вечные ценности, они теряются, потому что девочек, женщин воспитывают уже по-другому. И мужчин тоже воспитывают, к сожалению, по-другому. Нет инициации вот этого мужского начала, мужского воспитания. Можно продолжить? И тем более надо продолжить. Они и мы повод бояться женщин. Все мы знаем, что у каждого из нас есть так называемое личное пространство. Почему происходит так, что не будучи женой еще, не имея, по большому счету, никаких моральных прав на жизнь этого мужчины, женщина начинает вторгаться очень активно. Почему начинаются звонки? Чтобы вы не держите свои границы. Стоп, стоп, стоп. Почему вы не держите? Почему вы позволяете это делать? Звонки, попытки завладеть той жизнью, где ты, что ты делаешь? Сразу отстоять свои границы. Мужчина начинает чувствовать некий дискомфорт, который начинает возникать во взаимоотношениях. Попытки поставить что-то на место. Мужчина начинает выстроить правильное отношение. То есть сразу уговорить. Мужчина начинает, чтобы потом не бояться. Конечно, да. Вы сами создаете эту черту, чтобы он уже просто знал, что сюда нельзя. А сюда можно. И потом от них убегаете. Во-первых, я честно скажу, до прихода на эту программу, я даже не подозревала, что, оказывается, мужчины нас боятся. Любят, да. Уважают, да. Игнорируют, да. Но чтобы бояться, я клянусь, я сейчас услышала это первый раз. По ней честно. И то, что сейчас вы говорите в наш адрес, что мы такие все жуткие, страшные, мы на что-то претендуем. Ребят, или мужчина соглашается на дуэт-тандем с женщиной, или не нужно этого делать, и тогда мы не услышим таких вещей. Потому что мне кажется, что... Верочка, разве для вас в новинку женские истерики? Для меня в новинку, наверное. Я не истеричка сама, хотя у меня есть характер. Я не к вам оперирую, я не вам задаю вопрос, истеричка ли вы. А вот, послушайте, эти самые женщины действительно боятся, они боятся истерики. Ну, послушайте, вы просто всех под общую гребенку, все истерички, все что так вас хотят. Что-то от вас и из злых собак. Тут, да, тут у них, но смотри, Лер, наверняка ты тоже встречалась в своей жизни с мужчинами, у которых было такое мнение. Лерка, такая красивая, такая успешная, боюсь я к ней подойти. Объясню, и такие никогда не подходили, но я считаю, что это не мужик. Или ты мужик, или ты не мужик, или ты нюня. Почему у вас боимся-то? Потому что у вас никогда игра не совпадает с фишками. А у вас совпадает? Нет, у нас да. Да, перестаньте. Первое слово, второе, второе, оговорчик по Фрейду. У вас не совпадает. Когда я тебе сказал, так оно и было. И что ты сделала в ответ? Ушла. Ну, именно. Я же говорю, что у них не завершёнка. И у нас есть мужчины, которые действительно испытывают трапки к женщинам. Ребят, это было сколько? Тридцать сколько лет назад? А вот смотрите, сейчас он начинает уже оправдываться. Ну, тридцать сколько? Ну, тогда уже, тогда двадцать два, да. Нет, меньше. Хорошо. Я была несовершеннолетней, Александр. Его до сих пор... О-о-о! О-о-о! Это тема другой передачи. Да, ладно. Как сказал бы Кирилл Воробьян. Тебе несовестно. Ты подставила меня сейчас под монастырь просто, да. Хотя тебе уже было сорок восемь, а мне шестьдесят четыре, когда мы сошлись. А вот идите сюда. У нас есть тут один ничего не боящийся человек. Нет, или сразимся. Нет, это оставьте, иначе раз и всё. И мне, да, держите. Да. Что да? Я уже всё сказал. Нет, да. Кого вы боитесь больше всего? Тёщи, жены? Тёщи. Тёщи, конечно, больше. Почему? Тёщи я боюсь, потому что она... Нет, неплохая она. А что тогда? Потому что она похожа на жену. Нет. Потому что она не похожа на жену. Она накручивает вашу жену? Она накручивает... Совершенно. Я просто увидела, как вы слова подбирали, чтобы сказать о тёще, которая сейчас смотрит телевизор. Ну, говорите, говорите. А тесть, значит, накручивает... Можно вас попросить назвать тёщу по имени и отчеству сейчас? И сказать, перестань накручивать, родная моя. Ну вот. Надежда Геннадьевна, перестаньте накручивать меня, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Не как вернётся, а что его ждёт. Но я очень надеюсь, что вас ждут успехи по празднике. Давайте серьёзно вернёмся к теме, почему. Вот правда, как он поедет домой? Потому что вот это отшибись тёща, это главный лозунг всех, кто голосует за остальных. Самое интересное, что все соседи, вот после нашей программы... Ну, Надежда Геннадьевна. Ну, Надежда Геннадьевна. Ну, ваш зять вас прославил. Чё-то ты, Надежда Геннадьевна, сплаковала. Твой, ты видишь, как вырвался просто, да? А почему вы рассматриваете версию, что он придёт к тёще в дом, где его ждёт тёща? Потому что они живут отдельно. Потому что иначе... Живут отдельно. Иначе она придёт к нему в дом. Да. Ну, рано или поздно её увидит. Если ты не приходишь к тёще, знай, что тёща рано или поздно приходит к тебе. В моём понимании, если вот говорить, скажем, о своей профессиональной деятельности, вот, бракоразводные процессы, вот почему мужчина боится. Он пытается уйти от, вот, именно вот этой семейной стрессовости. Он пытается это завуалировать. Возможно... Что вы понимаете в основании семейной стрессовости? Элементарно. Он пытается уйти от оценки тёщи, когда он делает это с женой. Его действием. Вот и всё. Он не может даже приблизиться к жене, чтобы не подумать, а как тёща про это подумает. Ой, ну прекратите. Да, потому что мужчина, он получает соответствующую оценку. Нет, для того, чтобы вот этой оценки не было. Я обозначил этот период. Для того, чтобы уйти от этого, он, соответственно, приходя, к примеру, домой, на вопрос жены, а где ты там долго, скажем, находился, почему от тебя алкоголем по... Или помните, вот, да, анекдот? Где ты был? Я, говорит, в шахматы играл. А почему, говорит, от тебя алкоголем по... А что, от меня шахматами должно быть? То есть здесь в чём вопрос? Но дело в том, что... Завуалировать эту ситуацию для того, чтобы не было семейного конфликта. Вы знаете, семью составляют два человека. И именно оба, вот они виноваты в том, что их отношения так построены. Ну, бывает, вот, Александр, он же правильно говорит. Если тёща, когда... Если третий человек, который... Хорошо, пару, пару, неважно, семейную, не семейную, пару составляет два человека. И то, что вот это самоуважение нарушено, это говорит о том, что мы не удержим границы. Нарушаются личные границы. Это искусство вообще на самом деле сохранять внутреннюю свободу в паре. Поэтому об этом нужно, конечно, говорить, говорить. Очень хочется продолжить. Можно продолжить свою мысль? Вы не сказали, что... Больно, правда. Ну, я ж чуть-чуть оттянул. Меня прервали на преамбуле. Наша главная тема... Не имеете право. Почему мужчина имеет ли право... Гордон дерётся, прервёмся на рекламу. И душит. Больно. И душит. Габер, габер. Вы смотрите программу «Они и мы», и мы пытаемся выяснить, почему они нас так боятся. Мало того, не просто пытаемся выяснить, а по-настоящему пытаемся выяснить. Ну, казалось бы, ну, что такое женщина? Ну, слабое существо. Ну, дали ей даже палку в руки. Так можно раз, и нету. Нет. Боимся, нить спадает. Мало того, даже если не виноваты, трясёмся так, что осиновый лист... Потряситесь, как вы трясётесь перед своей женщиной. Осиновый лист покажется ещё этим, да, образцом этого трясения. Почему? Александр, когда вы спросили человека, кого-то из мужчин, кто боится? Женщины, жену. Вот вышел. Как вас зовут? Антон вышел так. Это смелость вообще так. Да, мы оценили смелость Антона, который сказал. На всю страну сказать, я боюсь. Вот есть такой анекдот, что комиссия решила выяснить, ну, кто же в нашей стране чаще командует в семье? Муж или жена? Ну, где можно встретить мужа с женой? Там на рынке, в театре иногда, в универмаге. В одном из универмагов отловили 10 мужичков, поставили их так при дочек и говорят, у нас к вам только один вопрос. Если в доме командует жена, сделайте три шага вперед. Если вы хозяин, вот хозяин, останьтесь на месте. И что вы думаете? Девять человек из десяти сделали три шага вперед. На месте остался такой худенький, невзрастненький. Вот стоит, озираются кругом. Эти девять на него так с уважением посмотрели. Говорит, слушай, поделись опытом. Как это у тебя получается? Что ты хозяин дома? Сказал, так и будет. Он посмотрел на эту комиссию, посмотрел на этих девятерых и говорит, я не знаю, о чем вы говорите. Я не знаю, что вы спрашиваете. Меня сюда жена привела, поставила и сказала, стой и не сходи с места. На самом деле нет, это все шутки и так далее. Но мы забыли про тему, о которой начали сегодня говорить. На самом деле мужчина всегда боится женщин. Боится что? Боится обидеть. Не состояться. Боится не быть тем или тем, кого она из себя, ну, она представила себе, да? Снимите с нас это ограничение, пожалуйста. Да мы рады, что... Это клеймо с нас снимите. Вы сами себе это придумываете. Мы-то рады вам помочь снять с нас это все. Я же про это согласен, Лерочка. Вы поймите такую вещь. Вы сами себе придумываете внутри себя какие-то комплексы, с которыми боретесь. У нас все тоже, в принципе, проще. У нас есть мужчина, которого мы любим, и если мы полюбили, мы готовы его возносить, помогать и все, что хотите. Или топить и уничтожать. Ну, это одно и то же. Нет, если вы нас не будете обижать, никто вас не тронет. Вы нас только не обижаете, и тем более, если вы находите себе пару, если вы действительно женаты. Но обязательно в семье должно быть взаимоуважение, обязательно. Не нужно друг друга устраивать истерики, это касается женщин, да? А мужчине не нужно в 3 часа ночи приходить пьяным из бани или из стриптиз-клуба. Этого тоже не нужно делать. Потом говорить, я напиваюсь, потому что я себя боюсь. Да, поэтому если это все будет гармонично, если мужчины и женщины гармонично уважают друг друга, любят, это прекрасная семья. Ребят, ну это труд. А что, говорю, что будет легко. Я хочу услышать Тунгурова. Тихо, можно... А бояться не надо. Я вот не знаю, правда это или нет, или это тенденция последнего времени, но, по крайней мере, я лично и мои многие друзья с этим сталкивались. Нет такого или есть, что последние, может быть, там, я не знаю, лет 15-20 стали более завышенные потребования к мужчине. Амбиции, требования к мужчине. Я объясню, я объясню, в чем дело. Чего с чем? Просто когда, например, мне и моим друзьям, студентам, когда мы были, нам было там 19-20-21 год, естественно, мы влюблялись, мы общались, но у двух моих друзей была такая ситуация, когда девушки говорили, да, ты хороший, я тебя люблю, ты мне нравишься, но в данный момент ты не можешь мне дать то, что я хочу. Они, как правило, влюблялись или строили отношения с мужчинами постарше, ближе к 30-ти там или после 30-ти. У одного моего друга случилась такая ситуация, когда он после 32 лет стал востребованным артистом, он и в Метрополатенопера спел, и в Ковенгарде, он стал хорошо зарабатывать. Та девушка, которая ему отказала там в 21-22 года, потом вдруг проявилась, стала звонить ему. Ну, говорит, я тогда был сильно влюблен, теперь, говорит, я стал более относиться ко всему, как сказать. Практично. Мне кажется, Женя, я понимаю, о чем он говорит, это ты сейчас, Женя, ты говоришь о девочках, вот сейчас поколение, которое 19, 18, 20 лет. Наверное, это действительно существует, но я глядя на нас, я не уверена, мы-то все рожденные в СССР, то есть у нас немножечко воспитание другое, я доработаю, например, 14 лет, я никогда не понимала, там, мужчины за деньги, там, дайте мне денег, у меня никогда этого не было. Но не нужно все равно всех под одну гребенку. Еще раз повторяю. Нет, я попросил, есть ли такая история, для первых, да. Если хотите, я могу ответить. У парня складывается ощущение, что он слабак, хотя он понимает, что в 19 лет он не может всего-всего добиться сразу. Они хотят, чтобы он был молодой, здоровый, сильный, красивый, богатый и всего. Она попросила сначала корыто, потом попросила, значит, столбовой дворянкой, потом вообще, значит, владычице морской, да. Это вот эти непомерные амбиции. Но я не понимаю, почему этот несчастный мужичонка все-таки ходил к этой рыбке и просил у него. Боялся. Боялся. Вот надо же сказать иногда, цыц. Так мы про это говорим. Вот мне, две секунды, повезло. Собиции не поверны. Нет. Мы, со стороны, понимаем, что вы не можете, а боимся сказать. Александр, дорогие мои, давайте вот мы сейчас ответим на вопрос, вы обвиняете нас в своем собственном выборе. Конечно, вот я правильно. Вы выбираете женщину, а потом... А кого еще обвинять, как есть выбор? Вы же выбираете... Дайте сказать, дайте сказать. Мы молчим, потому что это... Дайте сказать. ...естественного отбора. В природе два самца за самку дерутся, рвут друг другу в клочья, победитель заберет. А почему потом вы предъявляете детей к самке, собственно, я не знаю? Нет, но все начинается в первичной семье. Друзья, мы все проблемы... Она предпочла безбедную жизнь. Александр, все проблемы мужчин начинаются в первичной семье. То есть это, в первую очередь, образ отца. То есть образ мамы. Как бы это ни было, вот сейчас вам неприятно вот это вот слушать. Вы должны понять, что мужчина... Направо повернитесь, выйдите на эту прекрасную женщину. Мужчина... И попробуйте протоктировать от этого, пройдиста. Секундочку, опять же, вы не понимаете, что особенности взаимоотношений разные. Мужчина выбирает, к сожалению, ваши друзья выбирали женщин по определенным критериям, которые манипулируют мужчинами. То есть это особый вид женщин, но не все женщины одинаковы, поверьте. И то, что ваши друзья не встретили сразу свою вторую половинку, не встретили любви, это только потому, что у них в семье не было этой любви. И они не видели это в отношениях между своими родителями. Вот почему они делали такой руковой выбор. Второй момент, когда еще у мужчины, я точно знаю, не буду говорить пример, я одного известного человека, он говорит, я своей женщине, я ему звонил, спрашивал. Он говорил, у меня ощущение, что я, когда был маленьким, я боялся маму чем-то расстроить все время. И как бы пытался все время быть лучше и стремился к чему-то. И когда, говорит, женился, я стал понимать, что я так же лишний раз что-то сделаю только для того, чтобы она меня похвалила и, как сказать, сказал, что я самый лучший. И он говорит, я понял, что я как будто перенес то, что было вот на маме, как я пытался быть лучше, так же и для жены. Если я ее расстраивал, я очень переживал, поэтому я не боялся ее, не боюсь, а боюсь расстроить. Ребят, так бойтесь нас. Ну, в принципе, это неплохо. Я говорю к тому, что если брать мужчин, которые боятся женщин, можно взять, что они якобы тему подкаблучники, да. А говорят, что подкаблучники вообще самые счастливые мужчины. И мне кажется, что в семье, ну, может быть, это грубо сказано, мы боимся там свою жену, да. Ну, боятся они прийти в три или в четыре ночи, пьяные там, накосячившие, это понятно, чтобы не было истерик. Они не хотят просто истерикой, им это будет некомфортно, да. Но пусть они боятся. Дело немножечко в другом. Вы знаете, мне кажется, что сильный мужчина, вот сильный мужчина, ему не нужно утверждаться в семье. Где-то там в социуме, на работе, там в другой сфере, пожалуйста, утверждайся как мужчина. В семье дома, мне кажется, это делать не нужно. И если даже ты боишься дома жену, да и бойся, если ты счастлив, да и бойся, и, может быть, это и неплохо. Это неправильно, это неправильно. Главное, да, есть предложение женской стороны. Ну, есть предложение. Вот несколько раз звучала фраза в три часа ночи с друзьями и так далее. Нет, ну почему нет? Ради бога, давайте договоримся. Раз в месяц ты приходишь в Лоскуты в три часа ночи после встречи, пожалуйста. А почему мы с Александром не смогли договориться? А мы с Александром об этом не договаривались. А, не успели. Нет, у нас были другие интересы. Нет, давайте не будем говорить, что бойся и терпи, это норма. У нас другие отношения. Я не знаю, я не обсуждаю и не обсуждаю ничьей первичной семьи, но это явно не норма, когда мы обращаемся и говорим мужчины, бойся и терпи. Нет, это неправильно, и эти все страхи, вы поймите, что это все потом вырастает в заболевания сердечно-сосудистой системы, инфаркты и так далее. Инсульты. Именно вырастало, вырастает и вырастает будет. И каждый должен у себя спросить, почему этот страх у него возник. Это эмоция, которая имеет разные корни у разных людей, понимаете? И у кого-то действительно взаимоотношения между родителями, у кого-то какие-то стрессы, может быть даже, вы знаете, иногда бывают совершенно интересные случаи, когда даже синдром предков вызывает вот такие страхи женщин. Поэтому сейчас психологи, на самом деле, каждую среду во Франции люди посещают психологов, потому что это действительно душ для души. А мне кажется, просто психологам надо что-то убить. Конечно, правильные психологам. Просто надо что-то убить. А почему вот так случилось? В Библии написано «Да убоится жена мужа своего». И дальше? Дальше я не помню, извините. Подождите, кто Библию писал? Давайте начнем цитировать. Подождите секундочку, нет дальше. Но мне все-таки кажется, что... Да прилипится она к нему. Да, да, да. Станут они одно. Да, да. А одно это что? А понимаете, какая штука? Вот есть простое русское такое слово, очень грубоватое может быть. Мужики-то обабились. Понимаете, стали женственными. Потому что бабы... А, не потому. Кто-то должен что-то делать. Что-то, кто-то должен делать. Да. Растить детей, водить машину. Я и так боюсь. Не надо этого. Реклама на Первом канале. Чем нежнее они к вам, чем они милее, тем страшнее бойтесь этих чудовищ. Это даже не существа, это вещества, которые готовы растворить вашу плоть в этом мире. Бегите от ней. Давайте ответим. На самом деле, мне кажется, когда люди сильные, то никто никого не боится. И все вот эти истории о том, что мужчина боится. Когда женщина ведет себя как женщина, если ее мужчина ведет себя как мужчина. Знаете, как вот я на примере автомобиля объясню. Заднеприводные автомобили, они есть с подключаемым полным приводом. И когда у женщины все хорошо, когда у нее ровный асфальт, она спокойно ездит на заднем приводе. Даже не думает. Когда она попадает в грязь или куда-то, ей хочется, естественно, оттуда, она включает полный привод. Вот и все. Она не знает, как его включить в этом проблему. Она знает, как его включить. Она звонит уже в луже. Милый, а тут что-то... Хорошо, когда есть кому позвонить. Понимаете, в чем история, Александр? Я думаю, что я вам позвоню, вы мне не подскажете. Мне очень нравится на примере автомобиля. Продолжайте, пожалуйста. Не бойтесь, Александр. Поэтому здесь то же самое нет. Только позвонить. Но это же не значит, что он слабый, если он не знает, как подключить полный привод. Дело не в этом. Мы не говорим, кому позвонить. Я сама знаю, как его подключить. Просто если мой мужчина сильный... Вот поверьте, я в жизни... На примере объясняют. На примере. Так нет. Я не разу в жизни... Давайте обсудим. Давайте обсудим до конца историю. А теперь я знаю, почему мы вас боимся на самом деле. Я ни разу в жизни не встречала мужчину сильнее себя. Не по физическим критериям, а именно по харизме. Когда ты начинаешь кататься в заносах и не выезжаешь за его биополе. То есть мужчина, который абсолютно спокойный, который, мне кажется, мужчина, который в себе сам реализовался, даже в разных профессиях, то он абсолютно ничего не... Вера была права. Он ничего не доказывает. А он может быть пассажиром при этом, да? А как по вашему... Прекрасно. Если у него нет комплексов, он может быть и пассажиром. Я про это и говорю. Мы тоже про это говорили. Это же вы им все говорите, что вы боитесь. Вы не бойтесь быть пассажиром. Я не хочу, чтобы мой мужчина меня боялся. Послушайте, мы боимся вас только по одной причине. На самом деле, по единственной. Вы рожаете, а мы нет. Это единственная причина, по которой мы убоялись вас. И потому что... И вы, поняв, что это так, свили из нас все веревки на земле. Все. Не хочешь рожать? Я тебе такую веревку вывезу. Сейчас ты, да, хочешь рожать? Ну, знаешь, неуверенно, неуверенно. Мальчика хочешь? Ага. Иди сюда. Знаешь, у нас там, скорее всего, девочка. Девочка хочешь? Опа. Рожается мальчик. Вы такие въедливые, такие настойчивые, такие восхитительные. И такие необходимые существа, что без страха перед вами жить-то нельзя. Я про это. По идее, да. Наташа, извините. Бойтесь нас. Ответьте. Есть мужчину, который очень боится жить? После слов Гордона, пусть он нас боится. Это правда. Ну, вообще-то да, стоит. Я пишу. Ну, вообще, вы знаете... Наташа, с мужскими страхами встречались? Да, я встречаюсь повсеместно с мужскими страхами. Вы понимаете, почему? Не потому, что он испугался моих бицепсов. Нет. Здесь совсем другое. Помните... Какие там бицепсы? Хорошо. Тогда дольте. Как вам спина? Да ладно, иди сюда. Иди сюда. Я тебя поцелую сейчас. Ты забудешь про свои бицепсы. Все, давайте. Я уже про них забыла. Вы напоминаете. Какие там бицепсы? Все время возвращаются. Все время к этому возвращаются. Помните фразы известного фильма? Я не потерплю, если жена больше зарабатывает или имеет статус выше меня. Что вы можете ответить Александру Гордону, который чуть не повесил вас на бусах, обнимал, целовал, тискал, а потом сказал, что он вас боится? Да, с трудом верится. Но я... Слушай, я боялся вас все до того, как тискал. Вы меня внешне уже боялись. Только я вам доказала, что бояться бесполезно. То есть не надо. Вы даже меня стали за бусы вешать. Иди сюда. Я тебя внешне боялся. Я кидал в мир. Это страшно и интересно. Вот это страшно. И все-таки. Меня напугают. Промужки и страхи. Тело это одно, а вот... Вот скажите, многие так вообще боятся и бросаются на вас? Ну, когда они видят меня чисто внешне, то боятся. Когда они узнают, что я белая и пушистая, то они уже вот так вот кидаются, как Александр. Но дело не в этом. Поскольку я имею высокий статус в спорте, и мне многие люди говорят, Наталья, ну что ты делаешь? Мужчина боится быть рядом с тобой. Ты же... Ну, это же до тебя тянуться надо. Я бы сидела и подумала. Так, а смогу ли я забыть все вот эти свои стремления для того, чтобы казаться мужчине слабой, чтобы он, ну, меня не боялся. А потом подумала, собственно говоря, а почему я должна забывать о своих целях? Может быть, мужчина, если он сильный, он захочет дотянуться до меня. И я помогу ему даже в этом. И мы будем вместе стремиться к каким-то целям. Почему я должна забывать о своих целях? Мы боимся вас, потому что вы нас тянете к себе. Вот, мы тянем с собой. Александр, я тяну с собой туда, а не куда-нибудь туда. То есть, смотрите, женщина может мужчину вывести на совершенно другой уровень. За спиной сильного мужчины стоит мудрая женщина. Конечно, как поплавочек, друзья мои. Подождите, подождите, подождите. Я сделал поплавочек. Получается, вот Гордон, конечно, офигенный ведущий. Я просто вот до речи иногда теряю. Он надо себе не... То есть, получается... Это не то, что ты офигенный ведущий, нет. Получается, что если женщина ведет мужчину за собой каким-то целем, это не норма, и мужчина должен этого бояться. А когда женщина вбухивает в мужика всю свою жизнь, всю себя без остатка, и примеров этому тьма, это нормально. Ну и дура. И мы не должны этого бояться. А мужик, который ведется на это, он... Я не даю оценку этой женщине и этому мужчине. Я говорю, что оба эти факта имеют место быть в жизни. К сожалению, да. Жизнь многообразная. А мы для чего делаем передачу? Чтобы они посмотрели, как они живут. И не делали. Ужаснулись и сказали, ой, какой ужас. Мы живем ужасно совершенно. И пошли к психологу. Мы больше так жить не будем. И с утра начали заново. Но хотя бы ужаснулись. Чему? Кому, что вы не можете рожать? Это и так ясно. Как живем. Вот я вижу, что вы как психолог хотите сказать. Главный страх у Александра, это тот страх, что все женщины одинаковые. Говорите, говорите. А женщины, они все разные. И будь то 19 лет, когда ты еще не состоялся, делаешь первые шаги. Или в 32 года, когда ты уже состоялся, и уже к тебе стоит очередь, а не ты в очереди. Да, да, да. Когда ты знаешь, что... Нет, дайте мне. Так, говори, не бойтесь того, что скажет психолог. Математический вопрос. Я боюсь того, что все женщины разные. Я гуманитарий. Я предупрежден. Или все одинаковые. Дело не в этом. Вот человек говорит. Нет, все всякий раз заново. Это ли не повод для паники и ужаса? Только ты наработал какой-то алгоритм. Только ты нашел какие-то отношения. Нет, все разные. Поэтому начинай с нуля. Я этого и боюсь. Нет, так нужно просто понимать, что самая лучшая женщина – это новое, это следующее. Так, ну-ка, что? Да, я это не сказал, что я это не сказал. Нет, ну, я вам скажу, что Александр... Мужчины, не я сказал. Да, говорись. Александр, вы правильно делаете. Правильно мыслящий мужчина, он находится в беспроигрышной ситуации. Да, да, да. Вообще, я вам скажу такую вещь. Вы не обратили внимания, что Александр сделал правильный ход. Он подошел к Наташе и говорит, что это... Не надо бояться, надо целовать чаще женщин. И все будет в порядке. Кстати, 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 кстати. Ученые, ученые люди установили. Недавно Малышева подтвердила это в своей передаче, что чем чаще мы целуемся, тем дольше живем на земле. Запомните. Вы хотели, чтобы он подошел к самой страшной. Да, вот он захотел. Да, кстати, очаровательная дама. Запомните. Поцелуй придумал мужчина. Слышите, слышите. Знаете почему? Потому что он не нашел никакого другого способа, чтобы иногда заставить женщину помолчать чуть-чуть. Концент к концов. И еще. Я считаю, что это замечательная точка, после которой мы должны с вами вручить ордена. Это не то. От наших экспертов. И еще можно один короткий анейдот в копилку наших очаровательных женщин? Можно? Да, конечно. Две женщины спорят, между собой разговаривают. Слушай, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, кто все-таки умней? Мужчина или женщина? Она посмотрела на свою подругу. Говорит, что неужели не понимаешь? Конечно, женщина. Говорит, почему? Ну, смотри, ты когда-нибудь видела женщину, чтобы она вышла замуж за мужчину только потому, что у него очень красивые ноги? Итак, настало время для того, чтобы озвучить, кому уважаемые эксперты-женщины отдадут свою награду и кого, уважаемые мужчины, выбрали сегодня вы. Или отмучить. Я так это называю. Прошу вас. Мы посовещались. Как говорит Александр Гордон, чудовище. Причем мы все посовещались. Мы все посовещались. Все чудовища посовещались. У нас у всех одно. Мы пришли к общему мнению. Вы его дам. Женщины к общему. Да. Что эту медаль мы хотим вручить потрясающему арт-директору джаз-клуба Игоря Бутмана Симону. Да. Вы приходите. Да. Опять за мудрость. Лера, какое у вас платье красивое. Спасибо. Катя у вас тоже. А у меня... Симон, спасибо. За чувство юмора, за то, что он не педалировал, и за крайнее, что он сказал, что мужчины должны целовать женщин. Вы знаете, это третья медаль за не педалирование. Целуйте и не бойтесь. Да. Мужчины, вам слово. Вместе педалируйте. Посмотрите, они до сих пор совещаются, такое ощущение. Вы определились с выбором или вам... Да, мы определились, просто единогласно. Катка, сестра таланта. Да, понятно. Я сам решил, единогласно. Наташенька, эта медаль вам в вашем лице женщины понимали, что мы не боимся. Спасибо большое. Спасибо. Вот так. Это программа «Они и мы!» Почему вы решили, что вы роковой мужчина? Вот я могу сказать, что рядом со мной женщина. Расцветает. А, рожает? Рожает, да. Роковый мужчина. Роковый мужчина. В какой-то степени его можно отнести к энерговампиру. Он питается энергией женщины. Он не может спокойно жить. Ему надо, чтобы его любили. Если мужчина роковое для одной женщины, он тупой, неудачник, сволочь, козел, которого приютила одна из жалости. И все. Роковой мужчина, так называемый, то, что вы говорите, это просто нормальный мужик. Браво! Самодостаточный. И никакой не роковой. Я никогда себя не чувствовала более живой, чем в отношениях с ним. Да. А нашему подсознанию важны эмоции. Им не важно, отрицательная она или положительная. Главное, что мы живем и чувствуем. Главное, чтобы трясло. Чтобы трясло. Роковая женщина – это та, которая отказывает роковому мужчине. Но при этом, я хочу просто добавить, она его приюбит. Главное, что я такую помощь. Дюра.